Вы слушаете Радио России Ульяновск. С вами Наталья Якузина. Добрый вечер. На тему дня. Пятница. Вечер. Самое время подвести итоги прошедших событий. Мы сделаем это вместе с политическим консультантом Эрнестом Старателевым. Говорить с ним о политике интересно. Он делает это понятно и доступно для всех и для каждого. 20 минут пролетят незаметно. В конце января на сайте Министерства здравоохранения Ульяновской области было опубликовано официальное заявление. Вот о чем идет речь. Один из региональных информационных порталов в интернете поместил статью под названием «Попытка номер два. Поликлинику УАЗа приговорили к уничтожению». В этой статье сообщается о закрытии поликлиники УАЗ. Так вот, областной Минздрав официально заявляет, что данные информации полностью не соответствуют действительности. Закрытие поликлиники не планируется. Поликлиника номер один ЦК МСЧ не прекращала свою работу. Планируется не закрытие, а напротив увеличение перечня оказываемых медицинских услуг. Клиника лабораторных исследований, привлечению в поликлинику врачей-специалистов. Так вот, Эрнест Юрьевич, что же это? Ошибка журналиста или какая-то намеренная провокация, направленная на то, чтобы заставить людей нервничать, волноваться и злиться? Конечно, с одной стороны, все средства массовой информации заинтересованы в сенсациях, в интересных, привлекающих читателей новостях. Еще до всякого интернета мальчишки, торговавшие на улице газетами, бегали по улицам с пачками газет в руках и выкрикивали самые броские заголовки, чтобы продать полученный в редакции тираж. А газеты тогда жили с продажи тиража. Сегодня наступил век интернета. Сетевые издания живут уже с так называемого трафика, с количества людей, которые заходят на сайт. Потому что зарабатывают они с показа рекламных объявлений, с показа рекламы. Вы кликнули на заголовок, он вас заинтересовал, кликнули, вот поликлинику закрыли или еще что-нибудь и перешли на сайт. Засчитываются статистики сайта, этот переход вам показывают какую-то рекламу и определенные деньги просто с показа рекламы получают издание. Издание заработало. И чем сенсационнее, чем хайповее заголовок, тем больше таких посещений на сайте будет. И, в общем, это, конечно, проблема. Потому что погоня за хайпом стала важнее предоставления честной, проверенной, хорошо сделанной, профессионально сделанной информации. Очень много в интернете всякого рода диких, сенсационных заголовков, на которые иногда хочется кликнуть, и начинаешь кликать, переходишь на какие-то другие сайты, тебе показывают все время какую-то рекламу. Вот это суть современных сетевых медиа. Когда читаешь новости, всегда нужно обращать внимание на то, какое ты все-таки издание читаешь. Какое издание выпустило эту новость в свет. Это позволяет понимать, чей интерес стоит за конкретным сообщением, за конкретной новостью. Потому что и в стране, и в Легионе, ну и как во всем мире, есть издания, которые специализируются на так называемых вбросах, на так называемой дезинформации. Чаще всего такие издания политически ангажированы. То есть связаны с какой-то политической партией, или с какими-то политиками, которые строят свою карьеру на негативе, и ищут этот негатив. Рейтинг таких политиков растет от того, что у нас с вами появляются те или иные трудности. И они о них прямо с радостью рассказывают. Для них наши трудности – это просто счастье. Чем нам хуже живется, тем выше у них рейтинг. Классический пример такой партии, такой политической структуры – это Коммунистическая партия Российской Федерации, расцвет которой пришелся на самые трудные годы жизни страны, на 90-е. Понимаете, мы жили хуже, а партия процветала. Они тогда имели огромную, прям огромную фракцию в парламенте, большую фракцию. Добрая половина губернаторов состояли в Коммунистической партии Российской Федерации, были коммунистами. Это был так называемый большой красный пояс. И обратите внимание, несмотря на то, что КПРФ имела огромный вес в государственной власти и вроде как заботилась о проблемах избирателей, говорила о том, как плохо в стране, но имела-то она все рычаги для того, чтобы это положение менять. Вот несмотря на то, что КПРФ имела такой огромный вес в парламенте страны, в Государственной Думе, несмотря на то, что она имела вес в регионах, были губернаторы коммунисты, подконтрольные им региональные парламенты, и несмотря на все на это, люди жили достаточно плохо и тяжело. Те самые люди, к которым обращалась КПРФ как к своему электорату, как к своим избирателям. Как только начались изменения в лучшую сторону, с приходом к управлению страной Владимира Путина в начале 2000-х, постепенно КПРФ начал терять свой рейтинг на фоне улучшения жизни в стране. Собственно, из-за такой связи между рейтингом КПРФ и нашими своими трудностями, сама партия и ее представители, вроде местных коммунистов, там уже Кулинова и Гебадинова, и так во всех, надо сказать, регионах Российской Федерации, сама партия, она прям, по сути, стала фабрикой по производству плохих новостей, в том числе и выдуманных, ну или преувеличенных. Если какое-то СМИ связано с КПРФ, и вы какую-то новость там читаете, то вы можете смело ее поделить на 100. И уж точно ее надо 100 раз перепроверить. 100 раз перепроверить, потому что ждать правды от изданий, связанных с коммунистами, от самих коммунистов, в общем, бессмысленно. Все новости будут политически ангажированы именно вот в этом негативном ключе. Ну, вот в том числе вот эта новость с поликлиникой. Смотрите, на каком сайте она появилась впервые, с кем этот сайт был связан, был ли он связан как-то идеологически, или организационно, или товарищески, дружески, партнерски с КПРФ, или этот сайт был вот таким хайповым, которым совершенно все равно, что опубликовать, главное, чтобы люди кликнули. Это вот большой вопрос. Это надо посмотреть, с какого ресурса эта новость пришла. Эрнест Юрьевич, вот о чем вас спрашивают наши внимательные радиослушатели. Читаю вопрос. Уважаемые ведущие, уточните, так в чем заключается роль оппозиции? Если контролировать и не давать распиливать бюджет, это же хорошо. А вот если оппозиция мешает строить предприятия, которые могли бы стать флагманами нашей региональной экономики, а это, как называется, наверняка были весомые причины, о которых вы замалчиваете. Мне очень трудно ответить на вопрос об абстрактном распиле бюджета, потому что хочется понять, о чем конкретно идет речь. Потому что ульяновская оппозиция, в частности, например, коммунисты Радги Бадинов, считают таким распилом бюджета субсидирование сельхозпроизводителей. Представляете, да? Субсидирование работы сельхозпроизводителей – это распил бюджета. Об этом мы с вами не так давно несколько раз говорили и выяснили, что такие субсидии приводят к росту поступлений в бюджет, налоговых поступлений в бюджет. В десятки раз эти поступления превышают объем самих субсидий. Согласитесь с тем, что такие субсидии нужны. Причем с этим согласен и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Согласен и бывший кандидат в президенты от КПРФ Аграи Правил Грудинин. Они напрямую говорят, что субсидировать сельское хозяйство нужно, и субсидии должны быть колоссальными, куда большими, чем в Ульяновской области. Ну и вообще это очень странный распил, согласитесь. Если от него в региональном бюджете становится больше денег. Если региональный бюджет богатеет, побольше бы так пилили. Поэтому хотелось бы всегда отвечать на конкретный вопрос и конкретно разобраться, о каком распиле речь. А то рассказывать про распил, крикивать громкие фразы о коррупции умеет эта фраза произносить оппозиция. Потому что мы уже с вами вот только что обсуждали, рейтинг ее растет от негативных новостей. Но как только начинаешь разбираться, подробно разбираться с цифрами в руках, все эти претензии их оказываются не просто надуманными, а фактически высосанными с пальца, да еще и вредными. Так было и со строительством цементного завода китайским индустриальным гигантам в Тенгульском районе. Ну и со многими другими проектами в регионе, вокруг которых оппозиция поднимала шум и гвалт. Ну вы помните, и отель хотели Мариот построить, миллиарды рублей вложить в строительство инвестора. Ни государственных денег, нет, ни бюджетных. Там никакого распила не было, это просто люди хотели построить еще один отель Мариот. Потом была вот эта суета вокруг оползней дома на Минаево, пионер парка. Дом стоит, все в порядке. Проблемы были в результате всего этого дела исключительно у работников компании КПД-2. Создали людям проблемы. Пошумели, походили, покричали, поорали, громкие фразы попроизносили. И это не стоило выездного яйца. Ну вот и давайте просто вернемся к этой истории про Тенгульский район. Вот вы говорите, что-то там кто-то замалчивает. Ну кто замалчивает? Замалчивает, конечно, оппозиция. Конечно, замалчивает оппозиция. И не просто замалчивает, а закрикивает скорее. А нужно просто очень внимательно во всем разобраться с цифрами в руках. Давайте вот этим сейчас в очередной раз займемся. Еще разок вернемся к этой теме. 500 миллионов долларов хотели вложить китайцы в индустриализацию Тенгульского района. 500 миллионов долларов в индустриализацию Тенгульского района. Это по нынешним деньгам почти 40 миллиардов рублей. Вы слышали, чтобы оппозиционеры, коммунисты, экологи так называемые, произносили эту цифру? Чтобы они рассказали жителям Подкоровки, каких денег не получат ни их территория, ни регион. Причем напомню, что 25% предприятия этого планировалось отдать в собственность Ульяновской области. Вот такое было замалчивание. Надо себе точно усвоить, что наши оппозиции сытые и хорошо зарабатывающие люди невыгодны. Потому что от появления еще одного крупного предприятия, которое обеспечило бы людей современными, высокотехнологичными рабочими местами, от этого появления выиграли бы простые люди, у которых бы достойная зарплата появилась. Ну и параллельно, конечно, бы подрос рейтинг власти, в том числе губернатора. Но не у коммунистов, понимаете? А коммунистам это невыгодно. Им-то это зачем? Вот они и не дали построить завод и отпугнули крупного инвестора, иностранного инвестора от Ульяновской области. Вся история, все замалчивание. Все, что они замалчивали, мы сегодня с вами обсудили. Следующий вопрос от радиослушателей. Во время нашего общения многие признаются мне, что не интересуются политикой. Вернее, они ничего в этом не понимают, даже побаиваются этой темой. Эрнест Юрьевич, как вы считаете, почему? Почему не понимают? Ведь даже если ты не интересуешься политикой, но для политики ты точно всегда интересен. Вы со мной согласны? Вы можете не заниматься политикой, все равно политика занимается вами. Занимается вами. Это еще в XIX веке сказал граф Шарль Форб де Монтеланбер. Член французской академии, политик. И подобным мнением были еще и мыслители Древней Греции. Мысли это очень старое и очень верное. И все, о чем мы сегодня с вами тут говорим, тому яркая иллюстрация. Если не разбираться в политике, то лапшу на уши, простите за такое словосочетание, навешивают нам с вами за пять минут. И самое опасное, что чаще всего такую лапшу производят самые безответственные и опасные представители политической тусовки, которые вообще не отвечают ни за один реальный результат, а доверие наше заполучить хотят. Ваше, мое доверие, доверие избирателей хотят, но при этом не хотят заплатить за это доверие делом. Они хотят его получить на халяву. Таких в Ульяновске прут, вроде, от Куриного до Кузина и Гебаддиного. Но этого ведь не поймешь сразу. Не поймешь, пока не внигнешь, пока не начнешь в политике разбираться. И я надеюсь, что мы с вами, Наталья, пытаемся немного разобраться в тонкостях политики, внутренней политики Ульяновской области, вообще в тонкостях политики, чтобы людей, кто попал, не мог обманывать. Потому что, конечно, обманывают, пользуются тем, что люди не вникают в политику, не интересуются ли до конца, не обладают необходимым объемом информации. Поэтому их используют, как хотят. Мне это неприятно, надеюсь, вам неприятно. Поэтому, по мере силы, мы с вами занимаемся, по сути, просвещением. Эрнест Юрьевич, теперь поговорим о социальных сетях и разных приложениях, которых там немереное количество. Вот вопрос от радиослушателя. В социальных сетях я подписана на большое количество разных приложений. Среди них есть и политические. Вроде все по делу там написано. Но сомнения все равно есть. Правду они говорят или манипулируют нашим чувством справедливости. Например, я всегда злюсь, когда читаю о немыслимой высоких зарплатах чиновников в этих приложениях. А потом, успокоившись, думаю, а может, меня просто водят за нос? А вы как считаете? Если мы говорим, например, о зарплатах чиновников, то они небольшие. Это полная ерунда. И в этом проблема, на самом деле, огромная. Чиновники, например, областные, да и городские чиновники, люди, получающие очень небольшую зарплату, за очень занудную и такую, в общем, ответственную работу, я бы им платил больше. Вот эти разговоры про борьбу с коррупцией. Как бороться с коррупцией? Платите больше, просто коррупции будет меньше. То есть, люди должны получать серьезную достойную зарплату. Тогда у них не возникнет желания что-нибудь там украсть или взять зят. Очень важный, на самом деле, вопрос. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...